Добрый день, коллеги. Меня зовут Шеленкова Екатерина. Я продукт-менеджер в Bitrix24. Здравствуйте. Я Юрий Волошин. Я руководитель отдела продукт-менеджеров. Мы вам представим доклад «ЦРМ. Тонкая настройка для вашего бизнеса. Хитрости и возможности». На самом деле под этим докладом скрывается немножко другое. Ну, начнем, наверное, с цифр. Уже более 370 компаний на сегодняшний день зарегистрированы в Bitrix24. Более 55 тысяч активных компаний среди них. За последний год прирост составил 193%. И также выросли регистрации почти в три раза. Bitrix24 на самом деле это новый рынок для вас, как для партнеров. То есть новый рынок, где можно заработать для вас. И это также возможность для клиентов наладить эффективные бизнес-процессы внутри своей компании. Поступает много запросов от клиентов. Покажите или скажите какого-то партнера, кто занимается именно автоматизацией, внедрением ЦРМ, кастомизацией ЦРМ в коробки. И фактически очень мало кого можно рекомендовать, потому что мало кто смотрит на этот рынок. Этим докладом мы хотим показать, что этот рынок есть, он существует, он очень большой, он сильно растет. И есть смысл на него обратить внимание. Да, то есть мы немножко переименовали наш доклад, и теперь он звучит как шаги внедрения ЦРМ для интегратора. Мы выделили основные четыре шага, которые необходимы для того, чтобы внедрить ЦРМ в компанию заказчика. Первый это, конечно же, настройки, то есть необходимо настроить ЦРМ под конкретный бизнес клиента. Затем необходимо наполнить ЦРМ данными. Третий шаг это, собственно, начать работу, то есть показать клиенту, какие существуют точки входа, точки начала работы с ЦРМ. И четвертый шаг это различные интеграции. Ну, рассмотрим каждый шаг теперь детальнее. Первый шаг это у нас настройка под индивидуальный бизнес клиента. С чего же начать настройки? Для ЦРМ есть целый раздел настроек, и самыми основными и важными являются следующие. Это настройка справочников, настройка товаров под бизнес клиента, шаблоны для рассылок, подготовка форм под бизнес и, конечно же, права доступа. И остановимся детальнее. Справочники. Не все находят, также встречаем много вопросов, как заменить стадии сделки, как изменить источник получения лидов. Все это можно настроить в справочниках. Здесь вы можете задать стадии, источники, статусы для счетов, коммерческих предложений и другие типы справочников, которые есть у нас там в настройках. Следующее, что необходимо настроить, это, конечно, подготовить каталог товаров, который также необходимо адаптировать под индивидуальные требования клиента, то есть под конкретный бизнес. В последнем обновлении у нас появилась такая возможность. Теперь вы можете создавать свои свойства для товаров, которые затем будут выводиться в карточки. То есть при создании товара будет определенный набор полей, которые необходим клиенту. Почему мы рекомендуем заниматься B24 и коробкой B24, что API, которая используется в данном продукте, аналогично бусу. В данном случае каталог товаров реализован на том же каталоге, который используется в бусе. Соответственно, API полностью идентичная. Есть какие-то ограничения, связанные с продуктом именно B24, они немножко проще. Но вам будет все знакомо, вам будет легко кастомизировать или делать какие-то нестандартные решения. Конечно, также можно настроить налоги под конкретный, опять же, бизнес, под товары, либо под конкретную страну и задать единицы измерения. Следующий настройка – это шаблоны и реквизиты. Шаблоны используются для рассылок. То есть это автоматизация, опять же, рутинных каких-то работ. При создании писем постоянно мы пишем приветственные какие-то сообщения, ставим подпись. Либо это могут быть шаблоны, например, рассылка поздравления с днем рождения. Ну, то есть какие-то повторяющиеся действия, которые можно заранее настроить, то есть создать шаблоны и затем использовать их при рассылке писем своим клиентам в CRM. Реквизиты компании. Тоже важная настройка. Здесь можно настроить реквизиты самого заказчика, то есть кто у вас заказал, внести его данные, ИНН, логотип, можно даже загрузить печать, подпись. Для того, чтобы при выставлении счетов и коммерческих предложений они уже формировались с заранее подготовленными реквизитами. Там же в настройках можно задать реквизиты компании-заказчика. То есть сопоставить поля, также чтобы передавались ИНН и другие реквизиты для компании-заказчика. Следующая настройка – это настройка формы документа. Здесь я подготовила небольшое видео, как у нас это работает. То есть, например, на примере сделки клиент заполняет, вы для клиента можете подготовить форму создания сделки. То есть есть какие-то стандартные поля, их можно исключить, если они лишние. Можно добавить свои поля. У нас доступны несколько типов полей. То есть вы создаете. Эти все настройки администратор может сохранить, то есть применить для всех пользователей, чтобы менеджеры, работающие с CRM, открыли ее первый раз и уже получили стандартный набор полей, который нужен именно их бизнесу. Еще одна очень важная настройка здесь, которую не все находят и не все знают, даже разработчики вот недавно совсем столкнулись, что после того, как вы создали поля в самом документе, их можно вывести в списке. То есть можно настроить колонки, вот как сейчас как раз показано, которые будут отображаться в списках. Ну, конечно, это необходимо и удобно. Если вы создали поля в самом документе, то, конечно, клиент хочет видеть их и в списке. И еще одна удобная фича – это возможность создать свои фильтры, которые можно сохранить для того, чтобы потом быстро находить данные, то есть быстро фильтровать. В фильтр также можно добавить поля, которые вы только что создали, ну и сохранить и в последующем применять уже готовые фильтры. В видеоролике было показано всего четыре поля, которые можно добавить в документ. На самом деле их больше 12, их также можно найти в настройках. Мы выводим самые основные в легкую настройку, чтобы можно было быстро настроить. Если нужно что-то нестандартное, в настройках можно найти как бы схему добавления полей. Вы можете туда зайти и добавить нужные поля. Да, там же в настройках можно обозначить множественность этих полей и обязательности, если это необходимо. Следующая важная настройка – это права доступа. Здесь мы также получаем периодические обращения, когда пользователи не понимают, как разграничить доступ между менеджерами разных отделов, либо совсем запретить, например, доступ на удаление каких-то данных, так как менеджер может по ошибке удалить, потом администратор не может понять, куда делись данные, обращаются к нам, и в ходе исследования мы выявляем, что они просто были удалены менеджером. У нас существует гибкая настройка прав. Можно ограничить права на конкретные действия над сущностью, можно разграничить права между отделами, можно дать какое-то право только конкретному сотруднику. Также на странице настроек все это можно гибко настроить, создать свои роли и затем эти роли назначить конкретным сотрудникам, отделам или группам. Так, это у нас был первый шаг. Второй шаг – это у нас, конечно, наполнение CRM данными. Самый частый, наверное, пример – это импорт данных из всевозможных файлов. То есть когда у клиента уже есть какая-то база, они работали в файле, и теперь вам нужно импортировать эту базу в CRM. Сейчас у нас поддерживается импорт контактов с различных популярных сервисов Яндекс, Мэйл, Гугл, Яхо. Прямо сейчас в тестировании уже отдали, появился импорт V-карт. В одном из ближайших обновлений Bittrex 24 это уже будет доступно. Также существуют клиенты, которые уже работали с CRM в каком-то другой программе, в другом сервисе и теперь решили работать с Bittrex 24. Для этого существует приложение в Marketplace. То есть вы можете с помощью приложения легко перенести все данные из CRM, с которой работал клиент, в CRM Bittrex 24. На данный момент для Bittrex 24 уже доступны переносы с BSC, Мегаплана, Ямера и Zoha CRM. Такая же возможность есть для коробки, но для коробочки немножко меньше приложений, которые им это могут делать, но у вас есть шанс их дописывать и выкладывать как бы в каталог, чтобы клиенты могли их использовать и покупать. Данные у нас импортированы. Собственно, начинается работа с CRM. Казалось бы, все просто, но на самом деле у клиентов тоже часто возникают вопросы, с чего начать. И самый основной вопрос, с которым мы сталкиваемся, это что такое лид. Лид – это потенциальный клиент. Это какие-то первоначальные сырые данные, которые вы получаете. Это могут быть, например, визитки. Это могут быть результаты каких-то форм на вашем сайте. Например, та же конференция, регистрации. Все эти данные – это как раз таки лид, то есть это еще не клиент. Вы с ним не работаете, но у вас есть возможность поработать с этим клиентом, обработать его и конвертировать в дальнейшем либо в контакт, либо в компанию. То есть лид – это сущность, над которой еще предстоит работать и дожать ее до какой-то другой сущности. Самое главное здесь запомнить, что лид равно потенциальный клиент. Это самый больной вопрос, когда вы делаете интеграцию. Клиент спрашивает, что такое лид. И мало кто может быстро и спокойно объяснить клиенту, что это такое. Просто запомните, лид – потенциальный клиент. Все будет понятно клиенту, будет понятно вам, вы это спокойно легко запомните. Ну и здесь же рассматриваем, зачем вообще используется лид. То есть на самом деле лид используют чаще всего компании более крупные, то есть это которые имеют возможность внедрить дополнительный шаг обработки клиента, на котором они могут либо дожать его и конвертировать соответственно в другие сущности, либо оставить его как неуспешный с целью будущего какого-то дожимания. Также вопрос, что такое сделка. Раз мы рассмотрели лид, сделка – это уже заказ, в котором менеджер формирует, прикрепляет сделку к контактам, либо к компаниям, то есть контактное лицо какое-то, с кем заключается сделка. Здесь уже идет набор товаров или услуг, на которые согласился клиент, который он хочет приобрести у компании. Ну и здесь смысл сделки, конечно, дожать ее, опять же пройти все стадии и успешно закрыть сделку. Документ сделки – это образующий документ. Из этого документа вы можете спокойно выписать счет на оплату, вы можете контролировать оформление счетов, связывать какие-то еще дополнительные документы, которые можно привязывать к сделке. Вот мы показали в виде такой небольшой диаграммки, что такое лид и что с ним можно связать, и что такое сделка, и что с ним можно связать. С чем отличается как бы лид, почему длинный более шаг? Что когда вы используете лид, после этого, как вы дожали клиента и он согласился работать с вашей компанией, его обязательно нужно конвертануть в сделку. Плюс вы можете параллельно сразу же конвертануть его в компанию, в контакт и так далее. То есть лид – это промежуточное звено, которое дает возможность работать с сырыми данными, обрабатывать их и конвертировать их в сделку. Когда основной документ – сделка? Чаще всего это компании, которые не используют телефонию в Bittrex 24, то есть не фиксируют входящие звонки как лиды. Это компании, у которых нет источника получения вот этих холодных сырых лидов. Ну это компании, у которых коммуникации с клиентом сразу начинаются с заказа, то есть сразу формируется именно сделка. Наоборот же, когда основной документ – лид, это наоборот компании, которые чаще всего работают с телефонией, то есть они получают входящие звонки, которые фиксируются только как лиды. Это компании, которые имеют возможность получать какую-то холодную базу клиентов, опять же, лидов, либо компании, у которых есть сайт, на котором они размещают веб-форму, либо лендинг-пейдж, откуда также собирают данные, которые формируются в Bittrex 24, как новые лиды. Существует на самом деле несколько источников получения лидов. Основные из них – это, конечно же, телефония Bittrex 24, опять же повторюсь, это входящие звонки, веб-формы, почта, различные файлы, откуда можно импортировать эти данные, лендинг-пейджи и другие приложения в marketplace, которые вы самостоятельно можете разработать. И рассмотрим подробнее. Каждый из них – телефония. Все входящие звонки в Bittrex 24 фиксируются как новые лиды. Здесь важным, интересным сценарием является, что даже если вы переадрес... У вас стоит такая настройка, что переадресовывать номер, переадресовывать, прошу прощения, звонок на мобильный телефон, в этом случае лид все равно будет зафиксирован в CRM. К нему прикрепится запись разговора. То есть, несмотря на то, что менеджер ответил где-то вне офиса со своего мобильного, в CRM все равно будет зафиксирован новый лид. Не все об этом знают. Очень такая интересная, полезная вещь. Клиент может обсуждать, вернее, вы можете обсуждать любые вопросы с клиентом, что-то ему обещать, все ваши обещания будут записаны. Вы доехали до офиса, открыли свою CRM, сохранился лид, вы прослушали разговор, вы договорились с этим клиентом, конвертировали его в сделку, занесли данные нужные, которые были обговорены по телефону и начинаете с ним работать. Ну и, соответственно, конечно, все пропущенные вызовы, они также будут зафиксированы, как новые лиды, но для этого нужно вот не забыть поставить галочку в настройках номера, создавать автоматически новый лид. Следующая возможность получения, это получение лидов с веб-формы. Для сайтов на платформе 1S Bittrex у нас существует интеграция. Настроить интеграцию с CRM очень просто, то есть всего лишь несколько полей, где вы указываете адрес своего Bittrex24, логин и пароль. И затем на следующем шаге можете сопоставить поля, то есть поля вашей веб-формы с полями карточки в лиде и затем автоматически собирать все данные с этих форм в виде новых лидов CRM. Конечно, существуют готовые приложения для интеграции с другими сайтами, не на платформе Bittrex. Как пример, есть такое приложение от Антона Долганина. Вы также можете разрабатывать свои приложения и забирать результаты форм с различных других сайтов. Следующий источник получения лидов это интеграция с почтой. Вы можете, во-первых, вы можете получить абсолютно бесплатно свой домен, как вот уже сегодня говорилось ранее. Затем вы можете подключить ящик к CRM Bittrex24 и все письма, поступающие на этот ящик, будут автоматически прикрепляться к уже существующим контактам, если они уже есть, то есть идет проверка по e-mail, либо если это будут новые письма от еще неизвестных клиентов, то они также будут фиксироваться, как новые лиды в CRM. Для кого это интересно? Ваша компания принимает заявки по e-mail, вы делаете специальный e-mail для таких заявок, этот e-mail прописываете в CRM, все заявки автоматически будут попадать в CRM, будет создаваться лид, вы сможете созвониться с клиентом, перевести его в стадию сделки и как бы с ним дальше работать. Так как мы говорим, что достаточно легко создавать лид, мы дали два примера, как создается лид для коробки. Стандартный вызов, вы делаете, формируете массив, передаете его, создается новый лид. Для B24 происходит немножко по-другому, нужно вызвать специальные рестапи, мы дали пример рестапи и дали пример обычного пи-пичного вызова для создания лида. И такой же пример для создания новой сделки, то есть также просто всего несколько строчек кода и вы получаете новую сделку в CRM. Бизнес-процессы в CRM – это автоматизация каких-то рутинных операций. Хотелось бы привести такой пример с вероятностью сделки, потому что часто сталкиваемся также с этим вопросом. То есть компания чаще всего оценивает эффективность менеджера по вероятности, то есть по заключению сделок. Соответственно, по вероятности именно, да. Менеджеру приходится постоянно помнить о том, что при достижении определенной стадии сделки ему необходимо повысить вероятность. Затем, когда стадия переходит на следующую, сделка переходит на следующую стадию, опять же нужно изменить процент вероятности. Конечно, менеджеры часто забывают это сделать, соответственно, руководитель не может получить полную и актуальную картину по эффективности работы менеджера. Для этого существуют бизнес-процессы, которые помогут избавиться от таких рутинных операций и все автоматизировать. Сделать это очень просто, то есть создается бизнес-процесс, в котором можно установить условия, которые будут проверять стадию сделки и при достижении определенной стадии следующим действием менять вероятность. То есть менеджеру не нужно будет задумываться о том, что поменять, какой процент выставить. Все будет происходить в автоматическом режиме. Еще одна из огромных ниш, в которой вы можете зарабатывать деньги, в котором интересно будет вам поработать, это создание бизнес-процессов для ваших клиентов. Мы сегодня показывали в мастер-классе, что их достаточно несложно программировать, если нужно что-то нестандартное, либо делать какие-то стандартные вещи в рамках нашего визуального редактора бизнес-процессов. Сделали клиенту, получили деньги, клиент доволен. И последний шаг – это различные интеграции. Здесь рассматривать детальнее не будем, интеграции, потому что очень много. Приведем основные примеры. У нас есть стандартная интеграция с интернет-магазином на платформе 1S Bittrex. Есть интеграция с 1S. Для Bittrex 24 это с 1S управление торговлей, для коробки существует также с зарплатой управления персоналом. И, соответственно, через API можно интегрироваться с любым сайтом на любой платформе. Одним из хороших нововведений, которое появилось в новой выгрузке нашей, это выгрузка 4X. Версии зависят от платформы, с которой делается выгрузка. Вы можете из 1S выгрузить любой документ в любую сущность или бизнес-процесс в вашем продукте, в вашем коробочной версии продукта. Выгрузка произошла, вы подхватили эти данные, разобрали их и положили в нужные поля, там, бизнес-процессом или еще чем-то через PHP код, раскидали их по нужным сущностям внутри вашей CRM, например. Ну и у нас появился новый REST для Bittrex 24. Здесь мы пригласим нашего технического директора Юрия Тушинского для того, чтобы он нам рассказал об этом подробнее. Немного поворчу. Когда ребята говорят, что помоги, мы не сможем это сделать. На самом деле это все просто. Попробую даже показать. Много уже говорили про создание приложений для Bittrex 24. Есть REST API. Конкретно, если мы говорим про CRM, то это всеобъемлющие, покрывающие все задачи API, можно сказать, более 60 методов. На них можно делать практически все со всеми сущностями CRM. Если у вас есть проблема интеграции или там кастомизации или автоматизации каких-то процессов, которые необходимы конкретно данному бизнесу, данной компании, и недостаточно уже галочек, настроечек, то на помощь всегда придет программирование. В данный момент, скажу так, есть небольшие сложности организационные. Мы не позволяем так просто взять и написать приложение для конкретного портала. Но в ближайшем релизе, будем об этом говорить, что мы планируем дать возможность, чтобы администратор портала, либо нанимая партнера, либо используя собственные ресурсы, могли просто написать свои приложения, разместить кнопочку у себя на портале, сделать какие-то автоматические приложения. И в итоге, используя REST, могли подстроить бизнес под свои оффлайн-приложения, под свои сайты и все остальное. В данном случае, когда я спросил у ребят, что вам показать, они мне не придумали, ну я из пальца высыл приложение. Предположим, что ваша компания каждый день хочет отправлять поздравления именинникам из списка контактов. Ну почему бы и нет? С утра заходит офис-менеджер на портал, он выбирает пункт меню именинники, говорит, покажи мне именинников, нажимает на ссылочку, по какому-то критерию, там не знаю, клиент или кто, выбирается из контакта. Все сегодняшние именинники, для этого достаточно вызвать вот первый кусочек блок. Этот вызов выберет список всех сегодняшних именинников. Дальше нажимается кнопочка поздравить, и вот там вот тот десяточек строк кода, он по сути создает дела с письмами, и эти письма уходят именинникам с поздравлениями, ну и там маленький отчетик. Вот это приложение, ну там на самом деле оно еще, оно 220 строк кода, 220 строк JavaScript занимает, вместе с интерфейсами, реакцией на клики, с информацией о том, что отправлено, ошибки и все остальное. Ну его реально написать 2-3-4 часа. И вот какая-то такая маленькая уже вещь, которая требуется вашему бизнесу, она может быть автоматизирована. Так что ничего страшного, я надеюсь в следующий раз Катя сможет сама показывать, что это легко. Надеюсь. Ну и хотелось бы напомнить о том, что у нас есть подробная документация и для Bittrex 24, и для коробки, как разрабатывать приложение. Смотрите документацию, если чего-то не находите, не хватает, пишите обращение, мы обязательно добавим. Документация постоянно пополняется. Опять же, документация по новому ресту для Bittrex 24 обязательно будет опубликована. Ну, внедряйте и зарабатывайте. Так звучит лозунг нашего доклада. Еще раз повторюсь, что Bittrex 24 растет. Для вас это новый рынок, на котором вы можете зарабатывать. Внедряйте клиентам. Вот так вот всего лишь в 4 шага можно создать идеальную CRM в глазах вашего клиента. Зарабатывайте деньги на новом растущем рынке. Спасибо, коллеги. На самом деле, почему появилась структура этого доклада? Неоднократно мы встречались с партнерами, и причем вот директор и технический директор. Директор говорит, слушай, давай начнем продавать Bittrex 24. Технически. Слушай, я не знаю, что там вообще делать. Это вообще на Bittrex? А как кастомизировать? А с какой стороны подойти? Вот этот диалог он заставил, в общем, еще раз вам показать, что большинство вещей, кстати, CRM чаще всего просит внедрять и кастомизировать, очень многие вещи выполняются без сложных технических и без программирования. Но в принципе команда техническая должна знать, что, как можно выполнить в целом и настроить. И при этом есть и для коробки, и для облака объемная API, которая позволяет решать задачи. Давайте по вопросам. Вопрос следующий. Вот рассматривалось два сценария, рассматривали по лидам, начинаем обработку, и по сделкам. Но лид, по сути, это ведь верхняя часть воронки продаж. Я правильно понимаю? Это отдельный шаг. Это отдельный шаг работы, предварительной работы с клиентом. Вопрос в том, а почему в отчете по воронке продаж лиды не отображаются? Потому что лид – это не продажа. Лид – это предварительная договоренность с вами, как с клиентом. Я понимаю. Я продаю вам что-то. Мы с вами предварительно договорились, продаж еще не произошла. Мы вас переводим в сделку, и в сделки уже делаем продажу. Сценарий таков. Просто конверсия существует своя. Воронка продаж на каждом этапе показывает конверсию. Конверсия из лидов в сделку – это тоже получается часть воронки продаж. Мы пользуемся CRM, нам было бы удобно. Вам, скорее всего, надо бы иметь в виду, что было бы удобно видеть, сколько клиентов, например, обзвонил менеджер, и сколько после этого обзвона перешло в положительную стадию, или сколько отвалилось. Правильно же? Ну да. В новой версии мы будем в последнем докладе говорить. Появятся интересные отчетики, Сергей их представит. Там будет прекрасно это решаться, ваша задача. Еще маленький вопросик. Вот вы говорили про автоматическое создание лидов по входящим письмам. Но здесь есть просто угроза такая, что любой адрес входящий, он рано или поздно засвечивается, и на него начинает валиться спам. С таким же успехом номер 8800 засвечивается, на него падают звонки, и это создается лид. Это неизбежная звонка. Можно ли сделать некую премодерацию этих входящих писем, чтобы помечать, что вот это нам не надо, а вот это реальный лид? Есть такие запросы, мы подумаем над этим. Мы вообще почтовую работу хотим немножко расширить, но скорее всего это уже будет не в этом релизе, будет через релиз. Понятно, спасибо. Вам спасибо за вопрос. Сергей Михнов, компания Пуск. Хотел уточнить, вот в плане как раз сотрудничества и перспективы рынка, есть ли сертификация специалистов именно по Bittrex 24? Для партнеров, конечно, есть сертификация, то есть есть партнеры, которые имеют компетенцию Bittrex 24. То есть я своего специалиста могу отправить на курсы, и он получит сертификацию именно по Bittrex 24. Разработчик? Ну да, разработчик, внедренец. Есть учебные курсы? Учебные курсы, берет сертификацию. Учебные курсы есть, скорее всего спрашивают курсы, как для буса, которые визуально проходишь, там уроки. Ну в том числе, да. Вот таких курсов пока нету, но вот к Ване можно подойти и с ним это обсудить. Если будет интересно, он обязательно это сделает. Это тема вообще интересная. Хорошо, спасибо. Вот Ваня рукой как раз машет. Вот по воронке продаж все-таки действительно вопрос актуальный. Я объясню, какой сценарий. У нас есть клиент, который на разных этапах, начиная с лида, начисляет сотрудникам от процентов перехода с одного статуса в другой статус, с одной сущности в другую сущность. То есть есть менеджер, который обрабатывает лиды и он получает за то, что лид перешел в сделку. Потом другие менеджеры абсолютно работают со сделкой, получают за то, что там сделка состоялась или не состоялась. То есть и они хотят смотреть воронку полностью по всей продаже, начиная от того, что просто человек незнакомый позвонил и возвращает. Фактически в вашем понимании это две воронки. Есть отдельная воронка по лидам, есть отдельная воронка по сделкам. Мы им отчеты делали, там отчеты, да, можно свои составлять, но они говорят, типа, ну не очень удобно, хотелось бы прям весь цикл смотреть от лида и до самого конца. Ну, ваш вопрос одинаков. Пересекается, да. То есть мы это будет в 15.5, скорее всего, мы решим эту проблему, будем думать над этими отчетами. Спасибо, понял. Да, можно еще, да? Вот еще девушка хочет. Еще вопросик. Можно ли делать разные статусы лида для разных типов лида? То есть несколько типов лида и для него нужны разные статусы. Но только в рамках одного справочника, к сожалению. То есть это будет один справочник. Нет, это все-таки будет, то есть для одного типа лида все равно будет один справочник. Я говорю. Нет, пока нет возможности, но с такими запросами также встречаемся, да, и для сделок хотят, то есть в зависимости от типа сделки делить. Но пока такого нет. Да. А для вот для редакции холдинг разные базы данных по CRM, то есть чтобы вообще разные CRM-ки для разных компаний были, чтобы они никак не пересекались. Сделки свои в каждой компании именно для холдинга. Вот проблема. Два клиента оба горят как так. Это же холдинг, разные компании, абсолютно разные CRM должны быть. Разные сделки, разные лиды, они не должны пересекаться, не видеть друг друга ни в коем случае. Обсуждаем вопрос, но пока решения нет. Видимость пока можно решить хотя бы как-то костыльно. Просто я раньше задавал этот вопрос одному клиенту, у нас сейчас еще один клиент, опять такой же вопрос. Поэтому, ну то есть это не частный случай, это периодически. Мы обсуждали этот вопрос, пока нам кажется это немножко сложным для независимых CRM. Наверное, на следующей ретерации подумаем, как решать. Спасибо. Спасибо, пожалуйста, еще вопросы. Давайте. Активно используем CRM, очень удобно. Спасибо. Вопрос. Если уже есть сделка, но этот же клиент звонит с другого номера, создается новый лид. Есть ли возможность этот новый лид не убивать в отказ, а привязать к существующей сделке? В 15.5 релизе мы постараемся сделать такую возможность, что к одной сделке можно привязывать будет несколько телефонных номеров, фактически несколько контактов и сделать связь. А из лида это можно будет сделать? Ну это и будет из лида, так как телефонный звонок – это лид фактически. И еще по привязке. Ну, похожая ситуация с почтой. Часто бывает тяжело найти письмо. Ищешь по трем сущностям. Ну, когда точно знаешь, что было письмо. А когда не знаешь, ну, бывает, письма теряются. Потому что оно то прикрепляется к компании, то к сделке, то к контакту по сложному алгоритму какому-то. Мы обсуждали с Катей предварительно версию, что можно будет сортировать письма, анализируя от кого и кому они пришли и привязывать к конкретным сделкам или конкретным лидам. Но, к сожалению, это скорее всего будет через релиз. Было бы проще просто вручную дать, привязывать и все. Мы постараемся сделать не вручную, чтобы вы этим не занимались. Это надежный способ. Полный автомат. Надежность будет очень хорошая. E-mail-то уникальный фактически от клиента. Но непонятно, какой алгоритм привязки. Подумаем, поэтому говорю, скорее всего через релиз. Спасибо. Здравствуйте. Анара Кавжасарова. Астана, Казахстан. Группа компаний «Как для себя». Поправьте, если я ошибаюсь. Насколько я понимаю, продукт Bittrex 24 – это такой быстрый старт для малого, среднего и реже крупного бизнеса. Все чаще в процессе внедрения заказчик спрашивает тот или иной вид документа оборота. То есть где-то меньше, где-то больше. Планируется ли типовое решение не в рамках коробки, как нам ранее уже говорили, на бизнес-процессах поднимаете свой сет, а уже типовое решение в рамках B24. А чем вам не нравится решение на бизнес-процессах? Потому что я хочу B24 внедрять, как готовый типовой вариант. Вы имеете в виду документ оборот в классическом варианте, там входящий, исходящий. Вы об этой части или про сером вы сейчас? Нет, именно входящий, исходящий. То есть это как часть CRM будет у нас некий документ оборот. Просто сейчас, буквально сегодня, 3 часа назад, мне позвонили и сказали, две компании в Казахстане готовы подписать договор с доработкой документа оборота. Ну тоже, кстати, хорошая новость. Хорошая новость, я согласна. Удачно съездила в Москву, но хочу еще и сэкономить. Вы знаете, вопрос с документ оборотом, он многоплановый. Я боюсь, что мы его прям вот не ответим в рамках этого. Давайте после… Планируется. Давайте вы хотя бы пообещать скажите. Нет, так вот не пообещаю. Там очень сложная вообще ситуация с документ оборотом. Не хочется делать сложный прям вариант. А легкого у нас такого видения на внедрение пока нет. Поговорим, может быть, найдем вариант полезный. Полезными сущностями, возможно. Хорошо, еще маленький вопрос. Посмотрите еще внимательно на списки. Очень часто списки с бизнес-процессами хорошо адаптируются для этой задачи. В новом аппе диска, например, появится возможность складывать файлики, которые привязаны к бизнес-процессу, в определенную папочку и сразу синхронизировать. Это вот как раз решит почти такую большую часть бизнес-процесса именно с документ оборотом. Ох, боюсь я ваших дисков. Юрий знает только, что обсуждали. Хорошо работает новая версия. Вот сейчас раскатим, до конца доточим. Будет прекрасно. Вопрос еще. Предусматривается ли, ну, система, получается, взаимодействия с вами, как партнеров, прослойку сопровождения? То есть в рамках B24. Еще одного партнера или вас? Нет, мы же только услуги сопровождения. То есть какова монетизация и так далее? Вы сами определите это с клиентом. Ну, потому что я считала, и все совсем плохо. Ну, почему плохо? Нет, неплохо. Совершенно нормально. Кстати, в качестве хорошей новости мы планируем B24. Б24. Отличная новость. В этом году запустить. Спасибо. Вот с Армантой приехал. Вы в курсе, наверняка общаетесь. Спасибо вам. Ну, давайте еще буквально один-два вопроса и дальше двигаемся. Очень быстрый, простой вопрос. Я, может быть, очень невнимательный. Мне нужен множественный тип компании и тип клиента. Я как-то могу это с вами сделать? Я озвучил как раз таки, что появится возможность к одной сделке, например, привязывать несколько сущностей компаний или клиентов. Мы думаем над этим. Да, есть такая проблема. Особенно, когда в рамках сделки идет общение, например, с бухгалтерией по деньгам. Отдельный контакт. С тем, кто получает товар. Отдельный контакт. Мы хотим решить это в 15.5 версии. Спасибо. Ну, последний вопрос. Здравствуйте. Еще раз. Хотел уточнить, есть ли в планах развития в сторону регулярных платежей? То есть для тех компаний, которые работают, ну, как бы абонентские. Автогенерация счетов, автогенерация сделок, что-нибудь типа такого. Если в этот релиз для буса одобрят работы по кастомизации, так сказать, по рефакторингу платежных систем, то, скорее всего, потом для B24 возможно будет это сделать. Мы заложим там такую возможность. Интересно, как он выкрутился. Согласись. Спасибо, коллеги. Спасибо большое за доклад. Спасибо.